Мы находимся с вами На землях первого отделения опытного хозяйства Мелитопольское, которое имеет в своем землепользовании в целом 1660 гектар земли, из них 628 гектаров это плодовые насаждения, которые сконцентрированы на трех отделениях, первом, втором и третьем. В данном случае мы с вами на первом отделении опытного хозяйства, где 226 гектаров земли, уникальные почвы, представленные песчаными грунтами с очень характерной особенностью, что с глубины 40-50 сантиметров эти песчаные почвы имеют прослойки глинистого характера, глинистые, черноземные, которые позволяют сохранять влагу, питательные вещества. И вот на этих почвах уникальных, где других природа в других районах практически не создала, здесь прекрасно себя чувствует косточковая группа культур. В первую очередь черешня, вишня. Вот в данном случае мы видим дерево абрикоса, селекции нашей станции, это мелитопольский ранний сорт, который был создан также Михаилом Тимофеевичем Аратовским, который занимался в свое время четырьмя культурами селекционной работы, черешни, вишни, абрикосом и сливой. Урожай гарантированно высокий, продуктивность дерева, достаточная нагрузка в этом году мы видим, плоды среднего размера ярко окрашенные, приятных вкусовых качеств. Ну и вот сейчас особая, так сказать, характерная особенность, что еще только и середина июня месяца, а мы наряду с черешней уже начинаем иметь с вами абрикос. Действительно очень, достаточно крупный и готов к употреблению. Надо сказать, что хозяйство выращивает большой набор культур. В принципе, все культуры, яблоня, груша, черешня, вишня, абрикос, персик, есть в ассортименте, в сортовом составе хозяйства. Но гордость, безусловно, это черешня, которая здесь занимает доминирующие площади и по валу. В лучшие годы опытное хозяйство Мелитопольское собирало до 1000 тонн продукции одной черешни. Сейчас мы на уровне 600-700 тонн черешни. Это продукция, которая открывает сезон плодов и, естественно, пользуется огромным спросом у населения, у коммерческих структур и представляет большой интерес с точки зрения поддержания здоровья нашего населения. О том, что в институте из 93 сортов, которые находятся в реестре, 44 сорта, это черешня селекции нашей станции, мы уже говорили, и, собственно, это приоритетная работа селекционеров нашей станции. Доля сортов черешни в нашем государственном реестре в настоящий момент составляет 72%, а по вишне 82%. А в плодовых насаждениях, которые вот сейчас есть в Украине, так сказать, доля сортов нашей черешни, сортов селекции нашей станции свыше 60%. А по вишне порядка 70% площади, которые находятся в эксплуатации в настоящее время в хозяйствах населения и в хозяйствах специализированных садоводческих хозяйствах. А какого года посадки вот эти насаждения, так? Судя по штампам, лет им по 25, наверное, да? Да, 70-ка. Лет 25 вот этим насаждениям. Но мы видим, что состояние деревьев вполне удовлетворительное даже в этом возрастном периоде и деревья с урожаем. В этом году, как никогда, все-таки абрикосовый год, скажем так, когда заморозки весенние не повредили серьезно цветочные почки. И в результате мы, собственно, имеем урожай всей косточковой группы и персика, и абрикоса. В то время, как, скажем, вспомнить прошлый год, 12-й, мы совершенно остались без персика, абрикоса, с малым урожаем черешни, вишни. А в этом году нас природа порадовала мягкой зимой. Температура не опускалась в зимний период ниже 15-17 градусов. И вот более-менее нормальной весной. Я говорю более-менее, поскольку все-таки в период опыления черешни были не очень благоприятные условия для лета пчел. Было сильный ветер, температура понижалась, и пчела, к сожалению, не летала. А как мы знаем, черешня, вишня – это перекрестно опыляемые культуры. Для них обязательно, чтобы чужая пыльца попала на рельце пестика. В то время, как абрикос считается самоплодной культурой, частично самоплодной, но тоже опылитель нужен был бы и при опылении, перекрестном опылении. Конечно, происходит больше процентов завязываемости плодов, и мы имеем лучший результат по продуктивности. Поэтому, несмотря на не очень благоприятные условия в весенний период, тем не менее, произошло нормальное опыление, и мы имеем на деревьях такого возраста довольно приличный урожай. Я думаю, что здесь, по вашим, Анна Николаевна, оценке, с дерева сколько может быть? Килограмм до 40-45, это то есть 4-5 ведер. В пересчете на площадь питания, здесь посажено 7 на 6, а может 7 на 7. 7 на 7, это 280 сантиметров гектара. Это, конечно, не потолок для этой культуры по урожайности, но учитывая возраст, еще раз говорю, возраст эксплуатационный этот период уже, то это вполне нормальный урожай, который будет рентабельным при той цене, которая сейчас складывается на рынке. А на рынке у нас сейчас абрикос в пределах от 6 до 8 гривен. Ну, если его подсортировать, может быть, там до 10, но это уже максимум, а в основном в пределах этих 8. Так вот, эта цена компенсирует нам затраты по уходу за насаждением, я имею в виду, обрезку, механизированную обработку, защитные мероприятия. Вот эта цена делает эту культуру рентабельной на сегодняшний день. Вот, абсолютно, для лист, здоровый лист, холодной весны, бич абрикоса, это действительно, в первую очередь, манилиоз, заболевание грибковое, которое вызывает опадение цветковых почек, затем усыхание побегов однолетних, и, в целом, состояние дерева... И гниль абрикоса при съеме. А при съеме начинается серая гниль, проявление манилиоза в форме серой гнили, которая уничтожает уже плод, качество плода. Поэтому, вот мы видим, что в этом насаждении, в прекрасном состоянии, скажем так, для этого возраста насаждение. Уникальность этих почек в том, что вот с глубины 40-50 сантиметров, глубже и глубже, начинаются глинистые прослойки алювиального характера, то есть наносные, созданные природой в свое время, плодородные, которые ведь сам по себе песок до глубины вот 40-50 сантиметров, он практически бесплодный, скажем так. С низким содержанием гумуса практически нет в этом горизонте гумус. Нет азота фосфора и калия в том количестве, которое необходимо дереву. А вот глубже, вот в этих прослойках, которые, ну я показываю, как пирог, скажем, слоеный, которые по глубине 30-50 сантиметров чередуются с такими же вот отложениями песка, которые обеспечивают дереву прекрасное развитие. Причем на всех видах подвоев, ведь дерево состоит из двух частей, да, привоя и подвоя. Так вот подвой, скажем, Моголепская вишня, очень хорошо себя, это подвой для черешни, очень хорошо себя ведет на этих почвах. А вот на тяжелого, на почвах тяжелого механического состава, там черноземных, темно-каштановых, деревья после 20 лет начинают усыхать, чувствуется, что им что-то не хватает. А вот на этих почвах деревья живут по 30-40 лет, хотя эксплуатационный период, конечно, 25 лет для черешни, но просто как вот состояние деревьев, и мы можем в одном из кварталов садов увидеть деревья 1932 года посадки, и они до сих пор живы и выглядят с приростом. То есть дерево живое, и это говорит о том, что для него, как для долгожителя, созданы действительно кавказские условия, скажем так. То есть почвенные, в первую очередь, условия самые, наверное, наиболее благоприятные. Вот в этом уникальность этих почв. Конечно, эти почвы требуют орошения, безусловно, как любой песок. Они с высокой водопроницаемостью, необходимо частые поливы. И в институте, кстати сказать, разработаны режимы орошения именно для этих типов почв. В свое время Галина Владимировна Ястреб занималась плотно изучением водного режима в таких насаждениях, а в довоенный период тоже известная фамилия Межуев Павел Андреевич, к сожалению, погибший на фронтах Великой Отечественной войны, первым начал изучение вот в этом районе изучение водного режима, водного баланса и рекомендовал поливные нормы, сроки нормы полива, разработанные им для как раз абрикосовых насаждений, черешневых насаждений, то есть еще в довоенный период. А уже в 70-е годы, уже при других способах полива, при капельном способе орошения, вот Галина Владимировна Ястреб уточнила все эти сроки нормы полива. Глубоко изучила вот именно и питательный режим вместе с лабораторией агрохимии, сотрудниками лаборатории агрохимии, Москаль заведующая, Елена Ивановна заведующая агрохимической лабораторией. Вот они, так сказать, совместными, координируя свои исследования, исследовательскую работу, питательный режим и водный режим, установили и рекомендовали производству нормы и сроки полива и наиболее оптимальный питательный режим с точки зрения обеспечения деревьев азотом, фосфором, калием, вот для этих уникальных почв. И мы вот в те времена, да и сейчас получаем, при соблюдении технологии, соблюдаем, получаем довольно приличные урожаи, которые вполне могут конкурировать с европейским уровнем. При тех схемах посадки, которые мы используем. Надо сказать, что схема посадки, скажем, для черешни, вот и абрикоса, у нас традиционные, классические, старые, назовите их и так, предусматривающие большое междурядие и большое расстояние в ряду. Схемы посадки вот в данном абрикосовом саду мы видим 7 на 7. Сейчас мы, конечно, переходим к более уплотненным насаждениям абрикоса, 6 на 4, 6 на 5 размещаем деревья, то есть увеличиваем плотность посадки на гектаре и с тем самым повышаем урожай с единицы площади. Но даже при таких схемах посадки, кстати, при таких именно схемах посадки разработаны формы кроны отделом агротехники, который долгие годы руководил Барабаш Николай Андреевич, наш агротехник по косточковым культурам, который разрабатывал конструкции крон, в том числе и для черешни, запатентована интересная форма кроны, веретиновидный куст, который применяется в хозяйстве, в том числе в отдельных насаждениях нашего хозяйства на черешне. Но он занимался и абрикосом, в том числе изучением площадей питания, то есть сколько дереву необходимо, и плотные насаждения, и средней плотности, и соответствующие рекомендации были даны производству. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова